Всем здарова, народ! С вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня, ребята, отличная новость, для кого-то не очень. Сегодня 18 апреля 2021 год, и я просыпаюсь с утречка, и биток рухнул, все остальные альты за этим биткоином, конечно же, туда же. Все покраснело, рынок у нас красный, хорошенько ушли, короче, в минуса. Но давайте начнем, знаете, с чего? Вот с такого момента, вот я тут ролик такой нашел интересный, и это прям наглядно покажет, что происходит с людьми. Короче, ребята, вот примерно вот так, вот видите? Вот примерно вот так вот ведут сейчас себя люди. Вот, помогаешь, достаешь, говоришь, да все нормально, что ты не очкуй, все нормально, по сторонам посмотри. Он говорит, да нет, да ну нафиг, ты че? Короче, это реакция сейчас большинства людей, которые всегда ведутся, ну, как бы на всякие разные новости. Вот у них всегда паника, начинают кипишовать, что происходит как так, как жить, как быть. И это всегда происходит. Я, когда был новичком в этом деле, у меня ровно такое же чувство, там чуть-чуть биткоин скорректировался, все, паника какая-то начинается. Ты думаешь, что за фигня, неужели все рухнет, это все пузырь, короче. Биткоин ерунда, нафиг никому не нужная штука. Ну, и, в общем, куча всяких там мыслей. Сейчас мне, ребята, вообще ровно на это все дело. Я на это уже смотрю просто как игра происходит. У меня нету никаких чувств к этому процессу. То, что биткоин там... Чувства только есть, когда биткоин растет. Но и то уже не так реагирую, как раньше. Что вырос, упал, вырос, упал там. Нет, я уже понимаю, что биткоин будет в любом случае расти. И он будет в следующем году торговаться не меньше 80 тысяч. Это просто будем обсуждать спокойно это дело. Но каждый раз будет происходить паника у людей, у новичков в особенности, когда они будут видеть чуть откат. Это, смотрите, в прошлом году, в это время, если в общем-то взять, биткоин там стоил 10 тысяч долларов. Сейчас он стоит 55 тысяч долларов. Но он поднялся 60-65, откатился. Допустим, сейчас 55 происходит коррекция. А он может откатиться и до 30. Я про это уже видео снимал. Что коррекция в любом случае происходит. Просто в этот раз, почему-то... Ну как почему-то? В этот раз коррекция происходит чуть с задержкой. И не дают скорректировать киты, короче, большие игроки. В этом году уже происходит переломный момент, когда огромное количество разных компаний заходит на рынок криптовалюты. И все хотят закупаться, закупаться, все какие-то движухи там создают. Тем самым не давали криптовалюте уйти на коррекцию. А именно вот биткоин, а за ним и все остальные. По идее, эта штука уже давно должна была произойти. Но вот из-за того, что наплыв новых компаний, новых монет, в общем, всего нового. Но один фиг этот процесс происходит, потому что он не может длиться вечно. Вот идет накопление, накопление, накопление. Потом хренакс чуть-чуть скорректировались. Ну и вот так вот, короче, будет происходить всегда. Привыкните к этому. Это нормальное явление. Я, когда вижу, что все покраснело, я радуюсь. Это надо, наоборот, научиться. Вот когда все вот так вот в минуса, типа, ты наоборот должен радоваться быстрее. Вот я сейчас у меня... Я закупал тоже по хорошим ценам, когда вот тоже была коррекция такая же. И когда вот такое вижу, я думаю, блин, все, надо закупаться. Сейчас у меня просто на картах моих этих гребаных банков должны были деньги перечислиться. Короче, там какие-то задержки, вся эта фигня. Сейчас пойду закину сюда соточку на сберовскую карту и закуплю себе еще разных монет. Сейчас, например, биток 55, эфир 2.183. Давайте здесь есть... А, кстати, что повлияло? Сейчас мы посмотрим, что, почем это стоит. А что влияет на вот эту коррекцию? В принципе, все влияет. Это есть, конечно, такие разовые какие-то новости, которые прям могут спровоцировать. Но в целом корректировки происходят не только из-за одной какой-то там новости, а это в целом весь процесс, что происходит в мире у нас. Какие-то компании собираются зайти, кто-то не хочет зайти, кто-то что-то там решает. Вообще, когда такие откаты происходят, в этот момент как раз-таки заходят крупные компании. И вы должны ловить этот же момент и тоже заходить. Если сейчас посмотреть, то вот биток у нас, список. Сейчас посмотрим, что почем. Но есть новости, конечно. Конечно, такая новость я почитал. И, кстати, никаких новостей нету почему-то. И люди не снимают. Не то, что люди. Вообще, вот открываешь, у меня список новостных лент, откуда я получаю быстро что-то новенькое про то, что происходит в мире. Так вот, я пробежался по всем своим чатам, по всем разным новостным лентам. При этом, вот я сейчас зашел вообще на американские сайты. Тоже я подписан, чтобы еще быстрее получать информацию. И нигде ничего не пишут. Когда биткоин поднимается, блин, буквально каждую секунду выходят новые какие-то статьи, видео, что-то происходит. А тут молчание ягнят. Никто ничего не снимает. Просто такая мертвая тишина. Это специально делают, чтобы вы паниковали. Никаких новостей, ничего никто не говорит. Все плохо. Мир рушится, биткоин, пузырь. Все, всем хана скоро. И вот в этом процессе хомячки начинают сливать все свое бабло. Вот просто быстрее, быстрее, быстрее. А это же кто-то покупает. Кто? Я буду покупать и другие какие-то люди, которые понимают, что происходит. Но вот на одном только сайте нашел информацию, ну, которая, в принципе, она уже была, эта информация, крутилась. Вот. Рынки биткоинов и криптовалют резко упали из-за распространения слухов о казначействе США. Короче, дедушка Байден, президент Америки, да, выступил с такой новостью, в которой говорится следующее, что якобы Россия участвовала, вмешивалась в выборы американского президента. Короче, якобы русские спонсировали через криптовалюту, через какие-то компании, находящиеся в Америке, людей, которые каким-то образом вмешались в выборы президента Америки. И он выпустил там ряд каких-то законов, запрещающих, ну, короче, против русских в Америке. Но выпускали санкции, всякие законы. Вот. Криптовалютные рынки колеблются на фоне слухов о том, что Министерство финансов США может вскоре обвинить ряд финансовых учреждений в использовании цифровых активов для отмывания денег. Плюс еще вот эта штука, что... И это все связано вот с русским, русским, русским. Просто американцам нужен какой-то антигерой, и чтобы вот этих америкосов зашугать, запугать, чтобы они там со страху-то обосрались, там у них злым дядькой являются русские. Вот. Типа, о, русские! Вон, смотри, русские идут. И американцы такие, а-а-а, куда-то бегут. Русские! Типа, а у нас, например, пугают детей там, о, бабайка там, да, он Кащей Бессмертный, ну, еще что-нибудь, баба-яга. И то ребенок скажет, о, классно, а что, ничего страшного. Это как нас пугать американцами. Типа, вон, смотри, американцы, они чего-то там делают в России. Как русские отреагируют на это? Да вообще похер. И что? Что, американцы, американцы. У нас на американцев только есть задорных, типа, а, это эти тупые американцы, типа, вот. У нас только такая вот штука работает. И тут популярная учетная запись. Твиттер была первой, кто осветил потенциальный переход агентства, отправив предупреждение 122 тысячам подписчикам. Короче, у американцев, я уже это говорил, богом является твиттер. Вот, в твиттере что-то сказали, значит, это так и есть. У нас для людей телевизор является богом, а у них твиттер. И вот, когда в твиттере что-то там написали, то сразу у людей, короче, там паника возникает. А нам, кстати, вот я этот ролик, чтобы сейчас загрузить, сидел тут минут, наверное, 15 ждал. Почему-то здесь, ну не почему-то, а в России замедляют твиттер. Я не могу вот ничего прогрузить. Потому что знают, что вот твиттер для американцев, это штука, через которую можно контролировать народ. Вот прям контролировать можно народ. А нам не дают сюда доступ, чтобы нас вот, вот заходишь вот и раздражает. Ничего не можешь сделать. Вот, если хочешь, например, какую-то информацию найти. Вот так вот будешь сидеть, пока загрузится это, заколебешься ждать. А тут основная информация. Вот все быстрые новости, это нужно быть подписанным на всякие разные вот компании, которые как раз-таки, ну например, тот же Илон Маск там, да, что-то твитнул. Хренакс, да, Коин полетел вверх. Президент что-то твитнул, бам, реакция народа. А нам, видите, сюда запрещают. Просто какая-то игра происходит. Типа Путин и Байден якобы между собой там что-то там решают. И не могут никак договориться. Кто-то кому-то какие-то санкции, все такое. А в итоге-то получается, американский народ будет жить хорошо. Да, им дают возможность криптовалюту покупать. А нам одни санкции, но у нас всякие высказывания, типа Путин красавчик во всем. Нам закрыли все возможности. Даже понимаете, насколько докапываются до русских, что не только в России до русских докапываются по криптовалюте, а до русских в Америке докапываются. Вроде они там живут, якобы там они в защищенном государстве, там все такое. Но вот вам и защищенное государство и демократия. Там начали грузить русские компании, которые пытаются делать деньги на это. Палата представителей США принимает план демократов по помощи от коронавируса на 2,2 триллиона долларов, против которого республиканцы противнят. Ну, это переводчик, короче, тут работает. Да, кстати, этот же дедушка Байден, президент всей Америки, еще планирует выделить в три раза больше пакет помощи американцам. До этого они раздавали по полторы тысячи долларов на человека, потом что-то три тысячи долларов на человека. И сейчас они планируют еще раздать сколько-то там тысяч долларов на каждого американца. Сейчас уронят рынок, потом раздадут бабла американцам, те закупят криптовалюты, и все, и красота, а не в шоколаде. Ну, а мы где? Мы в жопе. Почему? Ну, потому что нам тут позапрещают всякие налоги, всякая ерунда. И вот здесь вот в Твиттере как раз-таки вот эта фишка вот работает. И если зайти посмотреть вот в своем стремлении задушить организации, которые пытались повлиять на выборы в США, Министерство финансов санкционировало несколько адресов биткоинов. В рамках усилий по борьбе с организациями, которые пытались повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США недавно объявило о масштабных санкциях, направленных на ограничение деятельности российского агентства влияния в интернете на агентство интернета исследования. Короче, они делают из русских прям, ух, таких этих злодеев. И вот там у них вот это Министерство финансов и все такое. В общем, сейчас накроют конкретно русские организации в Америке. Вот и весь как бы гребаный расклад, что происходит. Рынок вот сейчас будет играть по ходу дела. Ну, понимаете, в 2020 году у них выборы были, и они только типа начали на это дело реагировать. Сейчас только начали придумывать. Я думаю, что они это спланировали, спрогнозировали. В общем, вся суть заключается, вот сейчас, например, падение в том, чтобы нас отогнать подальше. Вот мы уже там страны третьего мира, да, там, ну, короче, мы Африка. Что-то типа африканцев для них. Отгоняют всех подальше. И чтобы американцы больше всего заходили в криптовалюту, они будут в этом, в мире будут создавать панику. Вы будете продавать, они будут покупать. Они будут в итоге в шоколаде, а вы в жопе. Вот такой расклад вас устраивает, что происходит сейчас на рынке. А когда включаешь и смотришь новости, например, вот, ребята, давайте посмотрим, например, набираем новости у нас, да, российские какие-то новости, что у нас, чем пытаются нас завалить, какими новостями. Будет война, типа, вот, Жириновск, у него просто заела эта тема, вот, Украина, Украина, вот, он пиарится на этой теме. Вот, везде, вот, война, война, что-то не так, одна война, короче. Ивлево угодила в автоскандал, Украина, Байден звонил Путину, Турцию закрывает, КГБ хозяйничает в Москве, осторожно, новости. Вот это Собчак что-то вылазит. Вот этого Зеленского показывают, как он бегает там по каким-то огородам, спонтом дела, там что-то серьезное происходит. Тут же показывают, как, типа, президент бежит, а сзади его же люди без касок бегут. Посмотрите видео, где этот Зеленский бежит. Типа, вот, типа, опасно, там обстрел идет, и тут же оператор или кто там сзади идут, каску сняли и спокойно идут. Забыли, ну, я не знаю, просто случайно в кадр попало. Короче, подставы какие-то снимают. Потом очень много вот таких новостей, типа, вы здесь кто? Вот, Путин за минуту раздавил представителя Украины. Путин сказал там американскому президенту, все красавчики, США и НАТО затягивают за чего-то границы. Зачем Путин что-то там, войска в Украине? Ну, вот, все новости. Посол США в шоке. Вот такие вещи вот включаешь и думаешь, что за херня? Типа, они начали. Я вот смотрю, вот, например, на эти новости. Я вот этот ролик смотрел, кстати, вот, где там, типа, посол США в шоке, как наш посол там его, типа, там грузит. Вот, и там такая штука, знаете, все, чем грузят наши послы американских послов, это старыми, какими-то, старая информация. Еще когда Медведев был президентом, они начинают их, им предъявлять, типа, вот в то время, помните, так было? Вот вы уроды. Вот вы помните? Вот вы уроды. А за сегодняшний день ничего не говорят. Они просто говорят за какую-то старую информацию. А потом народу вот эту дичь вкидывают. С понтом дела кто-то кому-то что-то сказал. Но результат-то какой? Американцы, блин, в шоколаде, мы в заднице, как всегда. И что? И что, что вот этот посол так красиво что-то сказал, блин? Тут только любит красиво высказываться. А толку-то результат-то какой? Никакой. Байден обвалил рубль. После его звонка Путину США ввели новые жесткие санкции. Блин, ну какого хрена? Если мы такие прям крутые чуваки, и там что-то Путин кому-то что-то сказал. Почему доллар не обвалился? Когда Путин и Байден поговорили, показывают, например, что Путин дал просраться этому Байдену. Типа сказал так сказал тот. Вот, блин, обосрался. Но в итоге упал рубль. Как так? Ну тогда нахрена так высказываться? Да, ну в чем суть-то, если у тебя народ от этого только в минуса уходит? Они там что-то побазарили какой-то старый дед-пердед, блин. Они себе там криптовалюту закупают, а нам все запрещают и налоги. Красота. Вообще отлично. А вот этот ролик, кстати. Можно посмотреть, где они там. Сейчас я выключу. А вот реклама вот этих новых фильмов дебильных. Очередная бредятина, которую народ вот очень любит смотреть. Там семейка, вот друг друга поносят, что-то бухают, дерутся, что-то происходит. Короче, чепуха. Тащится народ от этого дерьма. Короче, посмотрите. Вот сзади эти все в касках идут, а сзади некоторые чуваки без касок. И пофигу. Вот речь, например, Байдена о России. Вот. О России разочаровало всех без исключения. Вот. Ну и так далее. Вот все наши новости. Шестерки Моргенштерна, шутка рэпера или сатанисты. С человеческим лицом. Короче, нам дают Моргенштерна. Потом. Все, Байден кончился. Путин унизил президента Америки. О, красавчики. Вот срочно-срочно. Вот 24-3 часа назад. Вот. Срочно. Россия приземлила Штаты. Путин случайно унизил Байдена на весь мир. Молодец. Зато мы в заднице, блин. А у них, блин, преимущество во всем. Нам бы только вот этих вот Навальных. Вот эти все вот процессы. Вот этот весь понос нам, пожалуйста. Вот. Все это поносище нам. Вот. В подарок. Потом показывают там. Что-то у людей миллион детей. Они еле выживают. Ну, все так хреново. Вот этого мудака, когда смотришь. Вообще все плохо. Вот. Киселев этот. Пипец. Жесть. Тут что-то. А переключаешь на Твиттер. Америкосы закупают крипту. У них все прекрасно. Все ништяк. Все просто, ребята, отлично. Вот. Пока мы с вами разговариваем, биток подрос. Уже 57 стоит. Все возвращается на круги своя. Сейчас посмотрим. Да. Уже подросло. Вот. Не так все плохо. Как я, в принципе, и говорил. Ну, короче. Всякие разные новости влияют на вот эти вот курсы. Но вы должны ловить вот как раз-таки момент. Вот. Например, тот же Polkadot. Да. 37 стоит долларов. Я его покупал под 40, по 38. И нормально. И сейчас еще закуплюсь. Ну, и так далее. Разная крипта тут. Сейчас в такие моменты ловите и как раз-таки закупайтесь. Не очкуйте, не бздите, как говорится. Не бздите, прорвемся, пацаны, вообще, ребята. Все будет хорошо. Так что не будьте, вот как я там ролик показал, вон, барашками. Вот. А если хотите научиться зарабатывать, инвестировать, если кто первый раз в этой всей движухе, то, ребята, у меня есть отличные курсы по Exmo и по Binance. Вот. Заходите, покупайте курсы, учитесь. Вот. Не очкуйте, так сказать. Не ведитесь на эти все говноновости наши в России. Специально делают, чтобы вы отстали от мира. Все на этом. Увидимся в бесконечности и в мире блокчейна. Да пребудет с нами блокчейн! Пацаны, вообще, ребята. Имя Querida. Спасибо. Продолжение следует...